Новые правила коснутся в первую очередь области охраны труда. Появится такое понятие, как микротравма. Ссадины, ушибы и даже порез бумагой – все это с 1 марта необходимо фиксировать и вносить в специальный электронный журнал. До этого в расчет брали лишь те производственные травмы, после которых человек был вынужден уйти на больничный. Однако, по словам медиков, именно микротравмы могут через определенный промежуток времени напомнить о себе и спровоцировать тяжелые последствия для организма. Говорим про руку, то естественно ему нужно обратиться к врачу. Доктор делает вам снимки рентгеновские и говорит о том, что у вас все хорошо, нет перелома. Это не означает, что у вас нет серьезной травмы, которая потребует какого-то лечения. Потому что очень часто наши травмы, особенно бытовые и уличные, сопровождаются повреждениями мягких тканей. Это связки, сухожилия, мышцы. Эти повреждения на снимках мы никогда не увидим. И мы их можем определить только спустя какое-то время. Под запретом окажется и опасная деятельность. В трудовом праве есть четыре категории условий работы – оптимальные, допустимые, вредные и опасные. К последним, к примеру, относит труд шахтеров. С 1 марта этого года работодатель обязан перевести опасные условия труда во вредные. К обязанностям работодателя добавится и обеспечение специалистов средствами индивидуальной защиты. Что войдет в такую ковид-аптечку, решать также человеку, который нанимает персонал. Но ответственность сторон будет взаимной. Если работник проигнорирует использование средств индивидуальной защиты, это станет законным поводом для его увольнения. На предприятиях с численностью работников более 50 человек должны появиться комиссии по охране труда. В случаях производственные травмы, они подключатся к расследованию. В целом, все изменения, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года, связаны, во-первых, с тем, чтобы переложить часть ответственности непосредственно на работодателей с надзорных органов, поскольку работодатели будут обязаны вести журналы учетов, сами создавать инструктажи, самостоятельно извещаться работников под роспись. То есть это либо отдельным приказом, либо такой слой будет прописан в самом трудовой договоре о необходимости проводить медицинское обследование, психиатрическое обследование. И, во-вторых, это прежде всего создано для того, чтобы минимизировать риск наступления более тяжелых производственных травм. Для добросовестных работодателей положение дел особо не изменится, потому как львиную долю введенных с марта изменений они практиковали и ранее, по собственному желанию. Неудобства испытают те, кто игнорировал создание безопасных условий на рабочих местах. Список нововведений в трудовом праве представляет собой огромную трудовую реформу, реализация которой стала возможна с приходом пандемии коронавируса. Таким образом, на первое место выйдет человеческий фактор и создание наиболее благоприятных условий труда. Мария Левина, Николай Сидоров, События.